Тверской районный суд столицы приговорил Павла Устинова, молодого парня, задержанного на митинге 3 августа в Москве, к 3,5 годам лишения свободы. Причем не условные 3,5 года, а реальные. А знаете за что? В момент задержания мальчишки ОМОНовец вывихнул плечо. Представляете с каким остервенением полиционер махал дубиной, что у него аж плечо вылетело из сустава, но посадят все равно избитого парня. Мордор, блин! Начинаем! Кстати, хочу вам еще раз показать кадры того задержания. Спасибо коллегам с Дождя за то, что оказались рядом и вовремя включили камеру. Итак, вот они ОМОНовцы, 4 человека, идут цепью, как и на любом массовом мероприятии, высматривают жертву в толпе, хотя о толпе в данном случае говорить явно не приходится. Людей много, да, но это не толпа, просто какие-то гуляющие. А вот и Устинов. Обратите внимание, у Павла в руках нет никаких плакатов, он не скандирует никаких речевок, вокруг него никто не кучкуется, просто стоит парень, читает, смотрит что-то у себя в смартфоне, как вдруг. Налетают эти четверо полицейских, человека хватают, валят на землю, начинают бить, в процесс включаются еще четверо бойцов. Итого, 8 сотрудников полиции одного мальчишку топчут. А вот, наверное, главные кадры, на которые я призываю вас обратить особое внимание. В момент задержания один из бойцов спотыкается и падает. Я специально сейчас замедлил кадры, чтобы было лучше видно, ОМОНовца никто не толкает. Устинов даже не пытается давать отпор, парень вообще напуган. Полицейский споткнулся сам, возможно, именно в этот момент космонавт как будто бы и травмировался. Но у суда свое видение ситуации, там постановили, что именно Устинов нанес сотруднику полиции травмы. Об этом, кстати, писали в пропагандистских газетах, есть даже развернутое интервью типа пострадавшего. Где вся эта история описывается с точностью до наоборот, оказывается, мальчишка на страже и порядка напал. И как? Давай их мутузить. А вот это видео в качестве доказательств принимать не стали. Я еще раз предлагаю вам посмотреть ту картинку. Я, знаете, в данном случае хочу только один вопрос задать. А вот этому вот ОМОНовцу, ему самому не стремно, сержант Александр Лягин человека зовут. Вот как этот человек затем в глаза своим коллегам, например, собирается смотреть и потом... Давайте не забывать, что ОМОН у нас периодически командирует для выполнения реальных боевых задач, в том числе в горячие точки. Данный мужчина там тоже будет спотыкаться, подставляя под пули своих же товарищей. Ага. А затем врать в суде, что его якобы толкнули, господа полицейские. А ведь, возможно, именно так и будет, и не надо сейчас на меня обижаться. Трус не вправе обижаться, когда его называют трусом. Лодырь не вправе обижаться, когда ему говорят, что он лодырь, только подлец может обидеться. Когда его назовут подлецом, поправьте меня, если я ошибаюсь. Это реальная журналистика эпоха вранья, воровства и предательства. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. А глава Ростеха Сергей Чемизов признался, наконец, в интервью РБК, что он действительно владеет дорогущей квартирой в самом центре Москвы, которая занимает два этажа в здании бывшей одноименной гостиницы, установленной. Теперь этот отель носит название «Четыре сезона». Информацию о квартире нарыли сотрудники в БК Навального еще прошлой зимой. Тогда, впрочем, реакции со стороны Чемизова не последовало. Ну, да лучше поздно, чем никогда. Но прежде чем мы начнем копаться в этой истории, мне бы хотелось, чтобы вы поняли, о чем вообще идет речь. Что же это за квартира такая? Внимание на экран. Видите? Горят окошечки. Это на 12 и 13 этажах расположены гигантские 1400-метровые апартаменты госслужащего Сергея Чемизова и его супруги Екатерины Игнатовой. Давайте посмотрим, как выглядит столица из окон этого скромного руководителя российской госкорпорации. Вот мы с вами видим это все с летящего дрона. А представьте себе, Чемизов смотрит на такую красоту просто из кухни. Стоит у окна, в одной руке чашка чая, в другой бутерброд с колбасой. Думает о России и любуется. Прошло полгода и, о чудо, да, сказал глава Ростеха, да, я действительно владею этой квартирой, правда, стоит она несколько дешевле, чем заявил Навальный, и что в этом такого? Вот этот момент, видимо, должен как-то всех нас успокоить, ведь и правда. Подумаешь, квартира в полторы тысячи квадратов с видом на Кремль. В 50 шагах от Красной площади. Такой, кстати, больше нет ни у кого в мире, включая Путина, Трампа, Ротшильдов и так далее. Но дело-то разве в этом? Я руковожу успешной корпорацией, резюмировал мистер Чемизов. Почему я не могу позволить себе приобрести подобную коморку? Меня обвинило в том, что у меня квартира московская стоит около 5 миллиардов. Конечно, не стоит, поэтому все эти, ну, домыслы, вымыслы, ну, это просто люди хотят как-то пошуметь там. Я даже, когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить. Зачем? Это просто глупо. Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Ну, а теперь настало время поговорить о том, что же это за успешное предприятие такое, которое возглавляет господин Чемизов, корпорация Ростеха. Основано в 2007 году по инициативе Владимира Путина, хотя основано в данном случае слишком громко сказано, потому что на самом деле никто там ничего не основывал, а просто собрали по всей стране все самые сладкие и жирные куски, которые приносят миллиардные прибыли, присвоили и повесили на все это дело табличку «Государственная корпорация Ростех». В корпорацию вошли предприятия оборонного комплекса, гражданской авиации, высокоточного прибора и машиностроения, научно-производственное объединение. Всего 700 заводов и организаций в 60 регионах и Великой Могучей. Их объединили в 14 холдингов, численность сотрудников полмиллиона человек. Если совсем на пальцах Ростех, это вертолеты России, Техмаш, концерн Калашников, Росэлектроника, а еще КАМАЗ, Автоваз, Рособоронный экспорт, ВСМПО, АВИСМА, Урал, Вагонзавод и даже Калининградский янтарь – это только часть списка. Целый народ в СССР горбатился на то, чтобы создать эти предприятия, вывести их в лидеры. Туда вкладывались народные деньги. А однажды, уже в наше время, нарисовалась группа эффективных управленцев и прихапала все это себе. Теперь вот ребятки квартиры с видом на Кремль покупают, потому что они, понимаешь ли, успешной корпорацией руководят. Слушайте, я когда писал этот сценарий, я ухахатывался просто. Постоянно вспоминал вот эту вот идиотскую фразу. Вы что хотите, как в 90-е? Да в 90-е, чтобы вы понимали, ни один жулик, ни один мошенник не мог даже мечтать об афере такого масштаба, представляете? Прихватизировать всю постсоветскую промышленность на территории всей нашей страны, включая оборонку, секретное производство. Какой Ходорковский, какой Мавроди, это детишки! По сравнению с господином Чемизовым, ЮКОС и МММ вместе взятые на фоне авантюры под названием Ростех выглядят как продавец семечек у входа в Ашан. Ай, молодцы, ребята! Ну и под занавес, дабы еще немножечко настроения вам поднять, предлагаю несколько цифр озвучить, например, по расходам нашей страны на образование. В процентах от общего бюджета, про Великую Отечественную войну у нас очень любят вспоминать представители власти, да и просто патриоты. Так вот, во время войны страна продолжала выделять деньги на образование. И знаете сколько? В среднем 15% по году. Меньше всего государство на эти цели потратило в 1942-м 10% от бюджета, а вот к 1945-м эта цифра выросла до 26%. Теперь давайте переместимся в лихие 90-е, от которых мы оправляемся по сей день. Тогда на систему образования правительство пускало только 20-ю часть от общего объема казны, или 4,5%, конкретно по 1994-му году. Сейчас привожу данные, наконец, год 2019-й. Барабанная дробь 4,1%. Вот столько тратится сегодня на образование, зато на чиновников и силовиков. 37. Это все, что нужно знать о приоритетах современной России. А это была реальная журналистика, сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже масса интересного. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Просто пока. Пока!